Народные приметы, обычаи обряда на ноябрь, связанные с церковными праздниками. Что можно, а что нельзя делать? В ноябрь богат на разнообразные церковные праздники, поэтому необходимо прислушаться к ним и обращать внимание на календарь. Ниже в календаре представлен полный перечень праздников православной церкви на ноябрь. Великих праздников в ноябре нету и двунадесятых также. Единственное, что стоит отметить, с 28 ноября берет свое начало рождественский пост, который заканчивается перед Рождеством. Ноябрь считался месяцем, когда гуляли последние свадьбы. Необходимо до 14 ноября завершить все венчания, бракосочетания, потому как после этого времени наступает настоящая зима. И не время для веселья и праздников. В ноябре не так много церковных праздников, но все же наши предки старались придерживаться обычаев. В этом месяце, как и в другие, осуществлялись определенные обряды. Основные обряды приметы на ноябрь по дням. 1 ноября считается полноценным началом зимы, поэтому в этот день резали кур, заготавливали их на зиму. Считалось, что чем богаче собрали урожай, тем холоднее будет зима. 2 ноября было принято квасить капусту, а также ремонтировать заборы. Существовали приметы, согласно которым, чем крепче будет забор, тем лучше урожай в следующем году. 3 ноября считается днем первого снега, поэтому одной из примет является оставаться дома в этот день. Считалось плохой приметой во время первого снега отправляться в дорогу. В путешествия отправлялись только по необходимости. 4 ноября отмечался женский день. Его называли бабья заступница. В этот день считалось, чем больше собрали урожай, тем более лютой будет зима. 5 ноября считался днем жужжания. Именно в этот день ели много меда, а также хозяева, у которых имелись пасеки, жужжали. Считалось, чем громче жужжит владелец ульев, тем больше урожая у него будет в следующем году. 6 ноября начинались женские посиделки. Девушки начинали вышивать, шить при свете лучины. 7 ноября считался поминальным днем. Вспоминают всех несчастных, бедных, а также усопших. Дома устраивали поминальные посиделки. 8 ноября считалось, что души погибших слетаются на могилу в образе птиц, поэтому необходимо было на кладбище оставлять угощение. 9 ноября давали обещания по выполнению каких-то заданий или работы. Составлялись определенные планы на будущую неделю, месяц или даже год. 10 ноября Параскева пятница. Считалось, что это бабья заступница. Иногда на дорогах устанавливали небольшие часовни, которые назывались пятницами, в честь Параскевы. 11 ноября считался днем овчара, а также овец. Считалось, что именно святой Авраами, который является покровителем овец, может спасти их от волка или смерти. 12 ноября – день охоты. 13 ноября – необходимо было осторожно заниматься домашним хозяйством. День святого Никодима, который по старинной легенде спас пекарню в монастыре, смог затушить огонь своим подолом. 14 ноября – осуществляли последние свадьбы. Считалось, что нельзя в кузнях заниматься ковальным делом, потому что можно испугать счастье молодоженов. 15 ноября – необходимо быть внимательным, ведь увеличивается продолжительность ночи, уменьшается продолжительность светлого времени суток. Нужно быть внимательным с огнем. 16 ноября – внимательно следили за погодой. Считалось, что начиная с этого дня уже лежит и не тает снег. 17 ноября – считается днем нечистой силы, поэтому выходить из дома было нежелательно. При этом соседям не давали ни угля, ни огня. Считалось, что если вы отдадите кому-то топливные материалы, то выпустите из дома свое счастье, год будете несчастливы. 18 ноября – девушки ходили вокруг забора и разбрасывали мелкие монеты, а также предметы рукоделия. Это нужно делать для того, чтобы привлечь настоящих мужей. Такая традиция осуществлялась девушками, которые были не замужем и хотели поскорее отыскать себе возлюбленного. 19 ноября – святой Павел ходит по рекам и замораживает их, поэтому именно с этого дня начинается гололед, а также замерзают водоемы. С 20 ноября – женщины начинали прясть и просили у покровителя помощи в труде. 21 ноября – считается началом Михайловских гуляний. Это день, когда заканчиваются все работы по полям, а также дела, связанные с хозяйством. 22 ноября – зима вступает в полную силу. Практически везде наблюдался снег. Это значит, зима едет на белой лошади. Если наблюдается оттепель и буреет снег, то это говорит о том, что зима запрягла в своей сани. 23 ноября – день, когда светили хлеб и половину скармливали скотине. Считалось, что таким способом можно уберечь животных от заболеваний, и все они переживут зиму. Половину хлеба хранили дома. Если заболеет какое-то животное, необходимо ему под ноги положить немного священного хлеба, и скотина выздоровеет. 24 ноября – день Федора, и прилетают холодные зимние ветра. Поэтому в этот день достаточно холодно и морозно. Если в этот день на небе много звезд, то в следующем году ожидается хороший урожай ягод и грибов. 25 ноября заканчивалась неделя свадеб, поэтому девушкам приходилось ждать до следующего года и начало венчального сезона. В этот день выпадает снег, который уже не тает до самой весны. Поэтому не стоит выходить на улицу и месить грязь. 26 ноября – останавливаются все растения в росте, и земля замирает до весны. Больше ничего не растет. Готовили пельмени из муки нового урожая. 27 ноября – начинались бабьи посиделки. С этого момента слышался стук ткацких станков. Пряли из льна и шерсти. Женщины собирались небольшими группами. Пряли, беседовали и пели песни. 28 ноября – гури приезжает на пегой кобыли. В этот день может наблюдаться оттепель, а также все тает. Считается, что он прогоняет всю нечисть, которая прячется в этой земле под снегом. Если в этот день выпадет снег и не растает, он может пролежать практически до весны. 29 ноября – считался днем апостола Матфея. Если наблюдался сильный ветер, считалось, что вьюга будет до середины зимы, а также метели. 30 ноября – закатывают зиму колесом. Считали, что чем дальше проедет колесо, тем суровее будет зима. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк!